Виталий, приветствую тебя! Наша традиционная встреча с тобой в понедельник. Разбираем ситуацию на рынке технических, фундаментально, опять же, разбираем мы после очень важного пятничного отчета фармферлс, американского рынка труда, который унес свою лепту в динамику торгов. И, в принципе, как и ожидалось, стал причиной дополнительного роста американского доллара, который остается самым заряженным фундаментальным активом, идеально отрабатывающим сценарий и возможностей своего защитного статуса. Кроме того, вот эта опора, которая сейчас есть в виде ожидания еще более агрессивных темпов повышения процентной ставки, по мнению многих аналитиков Citi, Goldman Sachs, Bank of America, это фонд, который создает условия для роста доллара вплоть до конца этого года. То есть, когда можно будет говорить о развороте индекса доллара, только после того, как ФРС сам даст сигнал о том, что это все, достаточно с повышением процентной ставки, теперь можно подождать какой-то период времени, либо замедлить темпы ужесточения монетарной политики. Мы прекрасно понимаем, что сейчас в текущих условиях это маловероятно. Так, Виталик, какой-то вот фонд пробивается, нет? Кажется? Нет. Нормально, тебя слышно нормально. Момент. Так, вернемся, собственно, к перспективам повышения процентной ставки, которые толкают индекс доллара вверх. И следующее заседание американского регулятора Федрезерва остается 2 ноября, но относительно скоро, что-то остается 2 недели с небольшим. Очень важный будет отчет на этой неделе по инфляции, он выйдет в четверг, и считайте, что после пятничных нонфармов, которые не разочарования, а в целом, ну, нормальные оказались. Если мы увидим еще и рост базовой инфляции снова, то тогда вопрос с четвертым подряд повышением процентной ставки в ноябре будет решен. Давай к демонстрации экрана. Как раз у меня индекс доллара котировки 112.77. В принципе, как и ожидалось, доллар после небольшой коррекции, то есть просто, когда мы с тобой в прошлый раз рассматривали индекс доллара, допускался сценарий, что сначала будет коррекция в районе 110, откуда снова начнут этот актив выкупать. Так оно и произошло. Сейчас в целом уже на пороге теста в уровне 113. Я думаю, что в итоге мы закрепимся выше и пойдем к прежнему максимуму, который соответствует максимуму за десятки лет, скажем так. Это 114.5 и впоследствии 115. Моя такая долгосрочная идея остается прежней. Нужно держать лонги, ждать еще более высокие уровни и в принципе не обращать внимания на какие-то локальные откаты, которые неизбежны. Это нормально при любом брендовом движении. И по индексу доллара тоже будут коррекции. Но каждый коррекционный откат – это возможность для того, чтобы купить и, соответственно, ждать, когда эта сделка принесет отход и прибыль. Это, кстати, на трейд без свопов, то есть никаких издержек дополнительных не будет, если вам придет, друзья, в этой сделке посидеть. Так, европейская валюта. Котировки 0.9723. Евро, конечно же, переживает еще один виток распродаж. В европейской валюте все хуже. Причины те же. Укрепление доллара, жесткая монетарная политика американского регулятора, ЕЦБ через отдельные комментарии представителей регулятора. Ложа вроде бы как хочет присоединиться к другим центральным банкам и начать активное повышение ставок. Но пока что очень прям позади всех других и нужно как минимум дождаться следующего заседания Европейского центрального банка и посмотреть, какое решение будет принято там. Но даже если они повысят ставку пусть и на 1% сразу, все равно ставка Европейского центрального банка будет сильно отставать от ставки Федрезерва. Статистики на прошлой неделе было очень много. Это активность сферы услуг, производственного сектора, граничные продажи, тоже по Еврозоне в целом, по Германии. Все релизы около рекордных минимумов. Это стало еще одной причиной снижения курса европейской валюты. И энергетический кризис, его тоже нужно касаться всегда, потому что Еврозона в числе главных пострадавших и уязвимых регионов. По прогнозам, опять же, стоимость электроэнергии к концу этого года в Еврозоне вырастет в 12-15 раз. Если это произойдет, то, конечно же, инфляция выйдет на новые максимумы и евро останется в числе аутсайдеров, возможно, даже еще и на первый квартал 1027-1023 года, а может быть и дольше. Как действовать сейчас? Я бы все-таки по-прежнему рекомендовал на долгосрок шортить с любых уровней, в принципе, с которых есть возможность это сделать и с которых, друзья, вы все-таки набираетесь смелости открыть эту, мне кажется, очень предсказуемую сделку, потому что рынок действительно раздает деньги именно однозначным трендам и идее, которая отрабатывает себя с точки зрения фундамента. Все плохо в Еврозоне, евро снижается. Для тех, кто еще вне сделок, возможно, стоит еще раз попробовать в очередной раз дождаться коррекции, но это уже повезет, не повезет, будет она или нет. Коррекция там в район 0.97.50, 0.98.50. Это вот как раз зона двух этих линий, которые похожи на очередное плечо, другое плечо, если техническая информация говорит о плече. Продавать оттуда с целями уже 0.95, хотя я начал свой обзор с прогнозов нескольких банков, Goldman Sachs, Bank of America, они ожидают, что евро-доллар уйдет в район 0.90, то есть с текущих значений это 730 пунктов. По этой причине я могу сделать вывод, что может быть даже и нет смысла дожидаться отката, потому что открытие шарфа даже с текущих уровней, это все равно заход и задача, цель получить профит больше, чем в полтысячи пунктов. Она достойна того, чтобы посидеть, пожелать, последить за фундаментальным фоном. По золоту тоже была рекомендация в прошлый раз, что этот актив выберется из-за вот этой зоны 1660-1680, рекомендация сработала, мощная часовая свеча, и в итоге мы улетели к максимуму 1730 долларов за тройскую лунгу. Оттуда вот идет коррекция, довольно затяжная, в принципе, по движениям видно, что золото крайне волатильный актив, и здесь, как, наверное, и по другим финансовым активам, нужно контролировать риски. Что будет золотом дальше? Очень хороший вопрос, потому что не знаю, что в итоге будет преобладать в настроениях, либо страха за геополитику и, соответственно, желание купить золото, либо все-таки давление со стороны роста доходности облигаций и доллара. Поэтому для тех, кто ранее был в сделках, заработал, я бы все-таки рекомендовал фиксироваться уже и пока что оставить этот актив в стране, не добавлять его в портфель, потому что очень неоднозначная ситуация. Ну, хотя бы потому, что это все-таки золото. Я не знаю, когда трейдеры крупные деньги вспомнят о том, что золото – это может быть неплохой альтернативой доллару, если речь идет о попытке или желании застраховаться на долгосрок. Так, по S&P тоже была рекомендация Short. Сейчас котировки 3640. Ну, мы, в принципе, видим. После выхода данных по Non-Farm Parals, напомню, что они были довольно неплохими – 263 тысячи. Это лучше, чем прогноз. Я думаю, что на основании этого отчета можно говорить о том, что рынок труда США прогрессирует, уровень безработицы снизится с 3,7 до 3,5%. И это повысило вероятность того, что ставка будет увеличена на 75 байсных пунктов 2 ноября. То есть до выхода отчета по Non-Farm Parals вероятность этого повышения была где-то 65%. Сейчас оно уже стремится к 90%. Если в этот четверг мы увидим еще и рост инфляции, то тогда, как я отметил ранее, эта вероятность вообще упрется в 100%. Нужно это использовать. В фонде будет тяжело, опять же, противостоять жесткой монетарной политике. И, возможно, очень скоро мы увидим еще провал на 10 или 15%. То есть это нужно иметь в виду. Ближайшая цель – 3,500, 3,600. У кого, опять же, какие ожидания по профиту. Ну, хорошо. Первая остановка – 3,600 пунктов. И я допускаю, что еще до выхода данных по инфляции в четверг мы увидим это значение. Виталий, слава тебе. Видно рабочий экран. Итак, всех приветствую. Давайте пройдемся по тем идеям, которые я по неделе говорил. И дам свое видение по рынку на текущую неделю. Итак, неплохо получилось прокатиться на покупках по нефти марки «Брэнк». Там и «Лайф». В принципе, все аналогично. Я в понедельник говорил, что нужно следить за ключевым уровнем 88,4. А если выше него мы будем уходить, то, скорее всего, здесь реализуются неплохие ланги. Так как у нас нефть довольно последние 4 месяца падает, и напрашивалась коррекция. И прошлый недельный рост, мы 5 дней подряд росли. Такого давно не было. Скажем, в последний раз до 2020 года неплохой такой рост получился. Поэтому среднесрочно неплохо получилось отрасти. Я думаю, что здесь потенциал есть еще сильный по нефти. В принципе, возможно, вот этот тренд, который был вниз, он закончился. Конечно, не исключаю через какие-то коррекции. Но кто ранее покупал и умеет удерживать более, скажем, длительные позиции, то здесь потенциал роста выше 100, 110. Мы уйдем, я думаю. Ну, это будет в ближайшем месяц-два. Каких-то новых точек кода я пока не вижу. Если там через коррекцию, можно будет дальше смотреть. Но кто раньше покупал, в принципе, там часть фиксировать, часть удерживать. Дальше. Золото. По золоту тоже неплохо мы отработались. Я, в принципе, с тобой покупал в понедельник. Как раз четенько мы удержали уровень 1660. И с него такой, называл две цели, локальную, там, 1680 и 1725. Два уровня сопротивления. Мы до них как раз добили. На текущий момент достаточно агрессивно сливают. И, в принципе, золото коррелирует так неплохо и с S&P 500, и с евро-долларом, и с индексом доллара. Поэтому о покупках сейчас сложно говорить. Я пока мне рынка по данному инструменту. Так как мы можем дальше, скажем, провалиться. По ходу времени, если что-то там до инфляции вырисуется, я буду там дальше обсуждать. Что касается каких-то новых идей, ну, по S&P 500 с тобой согласен за снижение. Но в текущих, через какую-то коррекцию, я бы тоже присмотрелся к шортам. Возможно, там в районе 3700, там где-то продавать 3750. Где-то в этом районе со стоп-лоссом за хайк прошлой недели. Если мы туда откатим, если будут красивые точки хода, я бы там шортил. С текущих можем, в принципе, провалиться. Но я такое не люблю торговать. Дальше, что еще интересно. Ну, там DAX, немецкий индекс. Здесь тоже картинка, я бы на него тоже сакцентировал внимание. В Европе все не очень хорошо. И в будущем будет еще хуже. Поэтому с любых коррекций, то, что ниже нисходящего тренда, который у нас образовался в текущем году, в 2022-м, мы как раз показали хорошее снижение. Все ниже и ниже. Я бы здесь наращивал шорт. Обязательно с какими-то стоп-лоссами, потому что рынок, если рынок, могут все, что угодно откатить неплохо. Поэтому здесь аналогично, как и по S&P 500, где-то в районе 12-400. Я бы где-то пробовал шортить. Ну, это нужно по факту, конечно, смотреть. Но так как у нас, скажем, эфир в понедельник, и со стоп-лоссом за прошлонедельный максимум и попытать удачу, скажем, на дальнейшее снижение. Что касается акций, тоже стоит обратить внимание. Я раньше уже говорил, ну, FedEx на минимумах. Виза немножко откатила. И, в принципе, здесь все, что ниже 190, я бы наращивал шорт в данном инструменте. Да, со стоп-лоссом там в районе 200. Если мы туда сходим, там дальше по новой картиночке смотреть. Но глобально, пока я вижу здесь снижение. Дальше по другим активам. По криптовалютам, что бы я хотел сказать. Я был на прошлой неделе, на позапрошлой неделе в ЭКО. По данному активу мы, в принципе, скажем, показали рост, но этот рост был небольшим. То есть мы там всего около 1000-1500 долларов роста показали, в зависимости, где покупать. Я ожидал намного выше, но, скажем, рынок есть рынок. Пока удерживаем локально нисходящий тренд. И в пятницу аналогично скинули на новостях, вышли хорошие данные, это повышение ставки. И пока мы по биткоину находимся ниже, так скажем, 20 тысяч, то я здесь приоритет ставлю шорт. Отмена сценария будет, если мы сегодня-завтра перекроем 20-ку, нарисуем сильный импульс, то есть перекрыть нужно пятничное снижение. В таком случае у нас откроется потенциал хорошего роста, возможно. Какой еще уровень стоит обратить внимание? 2400, если его будем пробивать, там уже дорога открывается в район, возможно, 22500 и выше. Как-то вот так. Ну, по эфиру аналогично. Поэтому пока рискованные активы не за снижение, но нет хороших накоплений. Ну, там по валютам, в принципе, что еще интересно. Ну, канадский доллар, здесь тоже тренд. Мне кажется, он продолжит рост с текущих, ну, не исключая какую-то небольшую коррекцию, где-то в район, там, 3650. Но пока мы находимся в тренде, плюс в импульсах, которые у нас образовались в среду-четверг, и поэтому я пока за лонг, то есть стоит покупать с текущих или через коррекцию добавляться со стоп-лоссами за минимум четверга, то есть это 35-50, условно, с целями обновления максимума, которые у нас были в прошлом месяце, это 1.3830. Вот как-то вот так. Пока я медведь по всему рынку. Хотелось бы, конечно, через какие-то накопления шаркануть, но их нету, и пока эти все рекомендации, они достаточно и рискованные, и лимитками. Вот как-то вот потом понимать. Виталий, спасибо тебе за твои рекомендации, за сделки. Пока у меня все по рынку. Ну что, действительно, мы сейчас наблюдаем за сохраняющейся глобальной тенденцией укрепления курса доллара, и, наверное, против такого коммотива идти сейчас очень тяжело. Надеюсь, что ситуация изменится там, не знаю, в конец этого года, либо в начале следующего, хотя под конец вряд ли, потому что РЭС, думаю, в ноябре и декабре повысит процентную ставку. Поэтому еще раз хочется посвятить, что вот иногда, ну вот тренд как есть, он очевидный, и не нужно думать, что какие-то активы достигли своих локальных минимумов, одно, когда вы сами, друзья, осознаете, что фон еще не изменился. Я думаю, что по рискам нас ждет, по рисковым активам. Реальное дно еще впереди, и пока есть такое понимание, я думаю, что мы с Виталием вам подсветили, друзья, именно с чем это связано. Работайте по тренду, мы будем держать и дальше в курсе, соответственно, вместе держим руку на пульсе, следим за новостным фоном, но пока он не меняется. Я думаю, что индекс доллара, новый максимум, евро, новый минимум, и фондовый рынок, в принципе, с тобой солидарен, и ты со мной тоже солидарен, что тоже и NASDAQ, и Dow Jones, S&P, и, возможно, текущие потери – это только лишь начало, друзья. Виталий, спасибо тебе большое за твои точки зрения, хорошей тебе дорогой недели, и снова обсудим ситуацию в следующий понедельник. Все, пока, удачи.